Американский, как бейсбол, яблочный пирог и нас. Луч на старт. Когда было решено вручить первым астронавтам новые автомобили, им передали ключи именно от этой классической модели. Сегодня эта легендарная американская марка готова умчаться в будущее. На своем топовом суперкаре на скорости 330 км в час. Быстрая крошка. Это новенький корвет ZR1. И собирается он здесь, на мегазаводе в Кентукки. Мегазаводы. Суперавтомобили. Корвет ZR1. ZR1 создавался как несанкционированный секретный проект. Это был секрет, целью которого было превратить обычный спортивный корвет в настоящий эксклюзивный суперкар. Идея ZR1 возникла из фразы нашего генерального директора. Он был так впечатлен планами производства, что вслух высказал мыс и как бы выглядел корвет за 100 тысяч долларов. Случайно брошенная фраза главы компании привела к началу работы над совершенно несанкционированным проектом. Все самые крутые автомобили в истории всегда создавались в результате того, что один человек что-то сказал. Пять инженеров работали в тайне. Чтобы скрыть свои намерения, они использовали секретное кодовое название. Мы не могли говорить о машине, потому что находившиеся с нами в одном помещении люди узнали бы, что мы говорим о несанкционированной программе, поэтому мы придумали кодовое название. Секретным кодовым названием ZR1 был и Синий Дьявол. Инженеры заимствовали деньги из общего фонда развития корвета и незаметно использовали их на разработку сверхсекретного суперкорвета. Никто не скажет, сколько, но общая стоимость исчисляется миллионами. После месяцев тайной работы они показали свое творение БОСС. Мы собрали все технологии, которые хотели использовать в автомобиле, подготовили экономическое обоснование и передали вверх по инстанциям. Они ждали, затаив дыхание. Наконец, человек, с чьей случайно брошенной фразы все и началось, отдал распоряжение начать производство ZR1. Кодовые названия больше не нужны. Команда инженеров публично назвала себя командой суперкорвета. Их цель просто описать, но сложно достигнуть. Построить самый быстрый и самый управляемый корвет. Настоящий космический корабль со скоростью 330 км в час. Мы не знаем другого серийного американского автомобиля, который мог бы развить подобную скорость. Задача достижения 330 км в час невероятно сложна. Инженерные сложности в достижении скорости свыше 300 км в час огромны, потому что в пределах от нуля до сотни потоки воздуха вокруг машины незначительны. От сотни до 150 чуть сильнее, от 150 до 250 значительно сильнее, а около 300 воздействие просто невероятно. Не забывайте, самолеты взлетают на скорости 300 км в час. Намного меньше, чем 300 км в час. Основной идеей, вдохновляющей создателей скоростных автомобилей, всегда были самолеты. В данном случае наша машина представляется мне фюзеляжем с фонарем кабины пилота. ЗДР-1 обладает многими чертами самолета. Они оба имеют форму, растекающую воздух с минимальным сопротивлением. Но форма самолетов служит созданию подъемной силы, чтобы они могли летать. Сложность создания формы ЗДР-1 в том, чтобы машина оставалась на земле. Взлетная скорость Боинга 747 300 км в час. Максимальная скорость ЗДР-1 330 км в час. Ставя задачи развить такую скорость, нужно контролировать обтекание машины воздухом, чтобы не возникала подъемная сила, а даже наоборот ее прижимала к земле. Управление потоками воздуха вокруг ЗДР-1 сложная задача по поиску баланса, которую надо решить команде, занимающейся проектом Суперкорве. Обычно для контролирования потоков увеличивается лобовое сопротивление, а это замедляет машину. Поэтому приходится находить баланс разных параметров, что делает задачу достижения высокой скорости крайне сложной, ведь для преодоления лобового сопротивления на таких скоростях требуется очень большая мощность. Во вселенной суперкаров 330 км в час это автомобильный эквивалент преодоления звукового барьера. Только на земле. Чтобы совершить это, инженеры команды Суперкорвето рассчитали, что им потребуется двигатель с мощностью более 600 лошадиных сил. 638 лошадиных сил, если быть точными. Выжать такую мощь из классического американского В-8 будет непросто. На решение этой проблемы ушло почти 3 года. Ключ к решению установка мощного наддува. Мы впервые стали устанавливать нагнетатели именно на ZR-1. Это настоящий прорыв эффективности нагнетателей. Он использует меньше энергии для работы и подает в двигатель больше воздуха, что приводит к повышению мощности и эффективности силовой установки. были созданы десятки двигателей и прототипов. Все они проходили испытания. И не только в лаборатории, а также на одной из знаменитейших гоночных трасс мира. Мы опробовали ZR-1 на немецком Нюрнбурнгринге. Это длинная и очень сложная трасса. Инженеры команды Суперкорвета изучали записи заездов ZR-1. Машине удалось проехать круг с одним из лучших результатов в истории. ZR-1 прошел круг Нюрнбурнгринга за 7 минут и 19,6 секунды. Команда Корвета сделала настоящий Суперкорвет. Это самый мощный двигатель, который когда-либо выпускался Дженерал Моторс для автомобилей. Эти 638 лошадиных сил позволяют ZR-1 делать это. Или это. Максимальная скорость составляет 330 километров в час. Он разгоняет машину с нуля до сотни за 3,4 секунды. Теперь главная проблема в том, как организовать выпуск суперкара на заводе, собирающем обычные спортивные автомобили. Сначала было отведено отдельное место под производство двигателя ZR-1. Он собирается в Центре Высоких Технологий Дженерал Моторс в Виксами, штат Мичиган. И в отличие от обычных корветов все двигатели собираются вручную. Один человек собирает двигатель от начала до конца. Люди, собирающие моторы ZR-1 вручную, настоящие эксперты, когда дело доходит до скорости и мощи. Я собрал достаточно моторов, порядка 4 тысяч. Раньше я был настоящим фанатиком, записывал серийные номера и даты выпуска всех моторов, старался проследить, куда они отправились. На сборку одного двигателя уходит около трех часов. Я беру поршневые группы, осматриваю, нет ли повреждений, определенные это очень высокотехнологичные детали по сравнению с серийными поршнями. Днище каждого поршня ZR-1 имеет вогнутую форму. Это позволяет поршням выдерживать возросшее из-за наддува давление, не разрушаясь. Сначала мы поднимем блок двигателя и поставим на стойку. Посмотрим, нет ли повреждений. устанавливаем распредвал. Заводим его внутрь блока. Теперь коленвал. Опускаем в картер. Теперь я пару раз ударяю по коленвалу спереди и сзади, чтобы выровнять упорный подшипник. Людям всегда нравится момент, когда ты берешься за большой молоток. Время установить поршни. Наш следующий шаг установить водяной насос. И хоть двигатели собираются одним человеком, никогда не помешает иметь под рукой товарища, который поможет поставить на место компрессор наддува весом 34 килограмм. Идеально. В конце готовый двигатель получает именную табличку сборщика. Это свидетельство нашей гордости двигателями, которые собираются здесь. Ни разу раньше не отваливало. двигателями. когда-то эксперт по сборке двигателей легко смеяться, если отваливается всего лишь табличка с твоим именем. двигателями. Но когда речь заходит о том, что находится внутри мотора, там все должно быть идеально. Когда мотор развивает такую мощность, хотелось бы, чтобы двигатель работал как можно более плавно. Поэтому здесь делают то, что редко предпринимают другие автопроизводители. Они балансируют двигатель. Это тонкая настройка силовой установки, прежде чем она покинет завод. Мы запустим двигатель на природном газе и с помощью компьютера оценим его балансировку. В соответствии с полученными данными, мы установим грузы, которые помогут сбалансировать двигатель. Балансировка двигателя означает распределение веса его частей, чтобы все они двигались плавно. Видите, желтые кружки показывают небольшой дисбаланс сзади и спереди. Поэтому он устанавливает в нужных точках небольшие грузики. Последний запуск, прокрутим его еще раз. Дадим несколько секунд выйти на ровные обороты. Отлично, показания наши желтые кружки в пределах нормы. Двигатели отправляются на сборочный завод General Motors в Боулинг-Грин, штат Кентукки. Именно здесь собирают ZDR-1. Сборочный завод Chevrolet в Боулинг-Грин, штат Кентукки. Открылся в 1981 году и является единственным местом в мире, где собирают корветы. Мы собираем четыре различных модели корветов одновременно. Я часто говорю, что у меня лучшая работа на планете. Менеджеры завода любят говорить о цифрах. Клощадь завода около 100 тысяч квадратных метров. Здесь работает порядка 450 рабочих из профсоюз автосборщиков и около сотни наших штатных рабочих, создающих эту прекрасную машину. Но самые любимые цифры в Боулинг-Грин относятся к топовой модели корвету ZR-1. Я могу разогнаться на ZR-1 до сотни менее чем за 3,5 секунды, но и остановиться с сотней я могу за 30 метров. Представьте, меньше баскетбольной площадки. ZR-1 первый корвет, являющийся настоящим суперкаром. ZR-1 самая громкая, разрывающая барабанные перепонки и быстрейшая машина из когда-либо производившихся в Америке. Она пытается тебя напугать. Я работаю с корветами 30 лет и новость о создании машины с 638 лошадиными силами была просто невероятной. ZR-1 новейший корвет. самая мощная машина когда-либо создававшаяся компанией. Самая быстрая машина когда-либо строившаяся Chevrolet. И самая дорогая. базовая цена 111 525 долларов США или более 85 тысяч евро. процесс сборки ZR-1 схож со сборкой всех новых корветов. Главное отличие не в процессе, а в используемых материалах. они легче, но не менее прочны. И они намного дороже. Основа автомобиля выполнена из алюминия, остальные части кузова из композитных материалов. Очень много углепластика. Обширное применение углеволокна позволяет снизить вес машины. А когда вы пытаетесь создать суперкар, способный развивать 330 километров в час, каждый грамм имеет значение. Крылья тоже сделаны из углепластика. Они весят одну пятую, то есть 20% таких же крыльев сделанных из стали. Но одного лишь использования легких материалов недостаточно. Чтобы разогнать суперкар до 330 километров в час, инженерам нужно убрать вес во всех возможных местах. Поэтому часть углепластиковых деталей они намеренно оставили неокрашенными. Но это создает совершенно иную проблему. Неокрашенный углепластик разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей солнечного света. инженера 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 взялась за эту проблему. Они потратили три года личного времени на совершение настоящего технического прорыва. Блестящего прозрачного покрытия, защищающего углеволокно от разрушения на солнце. Это патентованная технология General Motors. Литр этой секретной краски стоит 400 евро. ЗР-1 был первой машиной, в которой использованы открытые участки углепластика с полной защитой от ультрафиолета. Это значит, что весь срок службы машины углепластик будет отлично выглядеть. Легкая крыша — важная часть конструкции машин. Причина, по которой мы сделали крышу из углепластика, заключается в том, чтобы уменьшить вес верха машины и понизить центр тяжести. Но команда Суперкорвета не могла просто заменить все детали машины углеволокно. Главное, где его применить. Мы сосредоточили основной объем композитных материалов передней части, потому что стараемся добиться распределения веса передней и задней части машины как 50 на 50. Надув увеличил вес двигателя, и мы сбалансировали его тем, что изготовили переднюю панель из углепластика. Инженерные решения, используемые в ZR-1, сложная задача по нахождению баланса. Иногда более легкая деталь не означает более подходящая. Это не очевидно, но мы сделали задний спойлер не из углепластика, потому что, делая его легче, мы снимали бы вес с ведущих колес и увеличивали бы нагрузку на передней, а этого не хотелось бы. Необходимо равное распределение нагрузки между передом и задом. Вот почему углепластик сосредоточен спереди и сверху, а начиная от дверей дальше, назад его нет. Взрывы вверх, 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 нет. Самое крутое в ZR-1 — это то, что технологии, которые здесь применяются, делают его не хуже профессиональных гоночных машин, на которых я ездил лет 10 назад. Создание корвета начинается с рам. С самого начала ZR-1 отличается от обычных корветов. В ZR-1 используется алюминиевая рама, чтобы облегчить машину ради достижения высоких показателей. Алюминиевая рама почти на 57 килограммов легче стальных рам других корветов. А легкая означает быстрое. На сборку ZR-1 требуется около недели. И до 30% этого времени уходит только на его покраску. Мы подходим к окраске очень тщательно. Я уверен, что нам удается устранять дефекты окраски, которые простые смертные не заметили бы. Наш автомобиль уникален тем, что мы окрашиваем кузовные панели до установки на машину. Детали кузова одного автомобиля устанавливаются на специальную тележку. В среднем в день в этой камере оказывается 120-130 таких тележек. Сначала все они проходят через автомойку. Теперь пора приступать к окраске. Этот ZR-1 выходит из покрасочной камеры после нанесения грунта. Он отправится в печь, где пробудет около 35 минут при температуре около 130 градусов Цельсия. Машина отправляется в печь, потому что при этом схватывается покрытие. Без печи оно оставалось бы липким. Без тепла не происходит полимеризация. Это как пытаться испечь печенье, не ставя в духовку. Все детали машины протираются вручную. Шлифуются малейшие дефекты. Кузов вытирается вручную, чтобы удостовериться в том, что все загрунтованные детали очищены. Затем детали отправляются дальше, по линии. Они готовы к покраске. Для повышения эффективности корветы на заводе окрашиваются партиями одного цвета. Сегодня утром у нас много красных корветов, но это не единственный цвет. Мы их красим и в желтый, и в черный, и в серый. В нашей палитре 10 цветов. Наконец наносится слой лака для защиты покрытия. И еще раз машина заходит в печь, чтобы краска высыпала. Когда покрытие схватывается, оно превращается в уретан или полиуретан, нечто вроде покрытия для полом. После того, как роботы все покрасили, они делают это отлично. В дело все равно вступают люди. Проверяют качество работы, чтобы наши клиенты получили качественный продукт. Наши работники смотрят во все глаза, но используют также и руки. Они чувствуют грязь или малейшие дефекты. Осмотр корвета – настоящее искусство. Рядом с покрасочным цехом находится сборочная линия, которая здесь называется «Картрек». Здесь рабочие начнут установку первых компонентов на голую раму. Корветт «Зедер-1» полон сюрпризов. Удивляют его мощность, скорость и даже его багажник. На линии «Картрек» на заводе по сборке корветов рабочие готовят так называемую «Ван». Она образует багажник всех моделей корвета. Роботы наносят точное количество клея на окружность ванны. Поднимают ее и аккуратно устанавливают в раму. Здесь это называется склейкой и прикручиванием. Как и у всех корветов, у «Зедер-1» много углепластиковых деталей, вроде основания кабины водителя. Деталей, которые вы никогда не увидите, одновременно легких и прочных. На другой станции перед установкой собирается панель приборов. В машине очень много электроники, и большая ее часть сосредоточена в приборной панели. При сборке мы уделяем огромное внимание укладке проводки и подключению электроники. Чтобы поднять жгуты проводки «Зедер-1» требуется два человека. В основном жгуте проводки «Зедер-1» около 14 метров кабеля. Подсоединяются приборы, системы отопления и кондиционирования воздуха, а также навигационная система. Мы посчитали, что намного эффективнее собирать приборную панель отдельно, затем устанавливать в кабину уже на сборочном конвейере. Мы проводим подготовку кабины, наносим уретановый герметик на стыки, переворачиваем обратно. Та подковообразная оранжевая штука сзади меня поднимает кабину и отнесет ее к машине, затем опустит на раму автомобиля, где она станет стенкой моторного отсека. Роботы приклеивают передние колесные ниши. На склейку всех деталей «Зедер-1» уходит около 7 литров фуретанового герметика. Затем наступает очередь деталей под названием «Дверное кольцо». Это крайне важный компонент автомобиля. Это кольцо окружает дверной проем. Сначала оно должно быть правильно оцентровано в проеме. Очень важно, чтобы кольцо было установлено верно. Рабочий наносит на деталь клей. Затем специальная оправка устанавливает ее на место и удерживает там, пока клей не схватится. Эта странная штука позади меня называется перцептрон. Мы устанавливаем машину по центру и включаем лазер, измеряющий все габариты, чтобы убедиться, что, например, рамка лобового стекла, честь кабина водителя, установлена по центру, как и должна. Машина покидает этот цех, поднимается на лифте наверх, отправляется на подвесной конвейер и по нему на главную сборочную линию для окончательной доводки. Скоро машина превратится в самый мощный и быстрый автомобиль из когда-либо создававшихся Chevrolet. Некоторые рабочие компании специально просят перевезти их на работу в Боллингрид. Это топовая модель, все этого хотят, у дилеров за ними очередь. Эти люди хотят быть частью команды, собирающей суперкар ZDR-1. Просто смотреть, как создается эта машина, настоящее волшебство. Ощущение магии возникает от того, как они собирают ZDR-1. Мы находимся на главной сборочной линии. Все, что нужно клиенту, устанавливается здесь. Отсюда и до схода с линии каждый корвет несет на себе уникальный сборочный лист. Если на нем стоит отметка ZDR-1, то все на заводе знают, что они собирают нечто особенное — подлинный суперкар. Небольшие детали доставляются на линию в ящик. Они устанавливаются, пока кузов еще не закрыт, что облегчает работу. В ZDR-1 более 5000 деталей. Ремни безопасности. Задние колонки. Аккумулятор. Рядом со сборочной линией подготавливаются углепластиковые панели кузова, цель которых также — снизить вес ZDR-1. Устанавливаются задние крылья. Теперь ZDR-1 начинает выглядеть как корвет. Это лучшая машина. Если вы работаете на заводе по сборке корвета и собираете машины, вы знаете, что это быстрая крошка. Я собираю блоки, собираю все детали агрегатов и передаю их Мэри Джейн, которая устанавливает их в машину. Для окончания сборки задней панели ZDR-1 нужен еще один особый шаг. Она ждет установки особенного знака. Расскажу историю. Сюда приходила маленькая девочка, ее отец жаловался, что она расстроилась, так как не увидела розовый корвет. А я сказала, милая, копи деньги, и когда вырастешь, купишь себе розовый корвет. Рабочие регулируют установку крышки багажника. Для суперкара багажник удивительно просторен. Багажник ZDR-1 сопоставим по объему с багажником среднего седана. От 420 до 625 литров, так что можно отправиться в путешествие вдвоем, и хватит места для багажа на пару-тройку недель. Подъемники помогают установить в машину сиденья. На место ставятся двери. Устанавливаются окна, а затем... углепластиковая дуга крыши кузова. Это еще одна деталь, которая обеспечивает легкий вес ZDR-1 и понижает его центр тяжести. Руль. Лобовое стекло. И стекло задней двери. Все стекла автомобиля подходят и для других моделей корветта. Но некоторые детали и формы ZDR-1 существенно отличаются. Вы сразу заметите, большее по величине отверстие спереди для обеспечения большего притока воздуха, потому что мотору нужно более эффективное охлаждение. Рабочие собирают и устанавливают особый радиатор ZDR-1. Он полностью алюминиевый, и в нем почти на 7% больше охлаждающей жидкости, чем в обычном радиаторе корветта. Это уникальный процесс. Он отличается от обычных сборочных линий. Рабочая температура двигателя обычного корветта 85 градусов по Цельсию. У ZDR-1 около 104. В ZDR-1 нет ничего стандартного. Сколько людей на земле могут прийти домой и сказать, я зарабатываю на жизнь сборкой корветта? При мощности в 638 лошадей самое сложное на заводе собрать детали, прикладывающие эту мощь к дорожному полотну. Мы находимся там, где собирается силовой агрегат корветта, трансмиссия, труба карданного вала, передающая мощность двигателя к задним колесам машины. На этой станции мы собираем передние и задние тормоза, оси, передающие усилие на дорожное покрытие от заднего дифференциала через колеса. Здесь вес ZDR-1 вновь снижается благодаря использованию разных материалов для важных компонентов силового агрегата. От картера двигателей и головок цилиндров до корпуса трансмиссии и дифференциала все это сделано из алюминия. Сюда доставляется двигатель автомобиля и соединяется с коробкой передачи и карданным валом. Это связывает все части агрегата, силовую установку и переднюю и заднюю оси машины. Даже тормоза ZR-1 делаются не из металла. Это керамические тормоза для ZR-1. Они намного легче обычных металлических, устанавливаемых на стандартные корветы. Мы используем самые большие керамические дисковые тормоза, которые только помещаются в колеса. Если взять отношение размера тормозов к весу машины, у корвета самые большие тормоза в мире. Следующий этап — женитьба силового агрегата с кузовом. Близится рождение нового ZR-1. Супер-корвет ZR-1 очень быстро. Разгоняется ли он с места? ZR-1 разгоняется с нуля до 100 км в час менее чем за 4 секунды. Или мчится по гоночной трассе в пустыне? Всю его мощь обеспечивает силовой агрегат. Силовой агрегат, сборка которого только что была завершена на заводе Корветт. Теперь двухуровневая конвейерная система несет одновременно кузова и силовые агрегаты по линии. Этот процесс называется «женитьбой». Это как сборка гигантского пазла. Если все сделано правильно, получится легко. Просто поднимаем вот тут, устанавливаем амортизаторы и болты закручиваем. Нижняя часть машины, двигатель трансмиссии, труба карданного вала, тормоза, элементы подмески занимают свое место, а кузов медленно опускается на шасси и изделие принимает очертания автомобиля. Собирается выхлопная система, придающая ZR-1 его особое звучание. По мере продвижения новых корветов по заводу они получают новые фары. Устанавливаются легкие углепластиковые крылья и особый логотип на порог двери. Устанавливается капот. Здесь собирается передняя панель, затем устанавливается в автомобиль. Мы уже близки к концу линии. Обожаю эту машину. Хотел бы я иметь достаточно денег, чтобы позволить себе. Может быть, на пенсии смогу. Она того стоит. Машина рождается, достигая последней черты, где мы впервые заводим двигатель. Когда сидишь в такой машине, садишься в водительское кресло, прикасаешься к кнопке стартера и слышишь рев двигателя, включаешь передачу, отпускаешь цепление. Хочется просто выехать на трассу и не возвращаться. Затем машина покидает завод и отправляется к покупателям в разных точках мира. Машина разрабатывалась в расчете на конкретную манеру вождения большинства любителей марки, поэтому мы и не устанавливаем автоматическую трансмиссию на ZR-1, только механика с очень высокими характеристиками. Ручная коробка передач, которая облегчает работу водителя. Когда высвобождает мощь машины на гоночной трассе. То же делает и подвеска. В амортизаторах автомобиля установлен чип тысячу раз в секунду, проверяющий поведение автомобиля. Все это осуществляется с помощью компьютеров, постоянно контролирующих и подстраивающих ходовую часть автомобиля. ZR-1 высокотехнологичный суперкар. Если заглянуть под кожу этой машины, можно увидеть компьютерные модули. Они не похожи на домашние ноутбуки. Это алюминиевые коробки с проводами и специализированными интегрированными схемами, которые контролируют не только подвеску, но и прочие функции. Это олицетворение страсти, заинтересованности инженерных технологий и умений множества людей. Это продолжение их творческих способностей. Секретный, несанкционированный проект, ставший быстрейшим, самым мощным и самым дорогим суперкорветом в истории. ZR-1 Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Александр Гаврилен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова